Доброе утро, друзья! 29 ноября, 0 градусов, морозы закончились, вот все-таки ноябрь считается по календарю осенний месяц, но весь ноябрь у нас была зима, началась она в октябре, ну хорошо, ладно, проехали, зачем мы сейчас тут едем? Ну, во-первых, смотрите, видите, вот эта скала, я очень наблюдательный, вот, вот эта скала и вот эта вот Теннисей, это уникальное сочетание, то есть там, где мы едем, вот видите, вот тут вот, правда, слабенькие, но сады есть, просто люди неприученные к садам, ну нет у нас еще такой культуры, им как-то и в голову не приходит почти всем. Это мы проехали деревню Сезая, вот видите, вот, а вот эта скала, она днем, вот там запад и после обеда, кстати, поселок Майна, центр садоводства нашего, знаменитый поселок, знаменитые сады, здесь царствовал Бородич Владимир Степанович, мой друг ныне покойный, Левицкий, Сошников, вот такие, Жестовский, вот тут вот на берегу, уникальный, я про них фильм снял. А сейчас, чтобы не отвлекаться, вот тут машины меня уже поджимают, сейчас, сейчас, уже, наверное, матерят, так, вот это вот тепловая подушка, потому что от Теннисея идет тепло, а скала нагревается, западно, после обеда, вот эта западная сторона, вот я сейчас показываю ее, и оттуда Санцепелк, и вот тут должны быть сады, но это слишком близко, но тем не менее мы подъезжаем к поселку, А такие поселки есть везде, а я такой, нагляделся, их несколько поселков возле Красноярска, вдоль незамерзающей линии Несея, от ГЭС и туда ниже, так, и вот, значит, вот смотрите, везжаем в поселок, вот он, да, сейчас вам кое-что интересное покажу, Здесь мои деревья есть, вот здесь хозяйничал мой приятель, крайний дом, он там настоящий, отличный сад, вот жалко, вы его не видите, ну ладно, Осенью я постановился, показал бы вам десяток моих деревьев, вот видите, какие сады неплохие, да, тут мой тоже друг Алексей Кранчев жил, вот, еще есть тут кое-кто, а я вас, ну, какое вам до этого дело, А вы сейчас поймете, какое, ну, по привычке все, березы садят, нищие, это самое, красота спасет мир, хотя, по-моему, лучше посадили что-нибудь другое, например, абрикосы, а вот и вон, знакомьтесь, Вот это, вы знаете, сколько я рассказывал, что мой абрикос, это патриарх, а вот еще один патриарх, сейчас я скорость выключу, а вот еще один патриарх, видите, вот, это огромное дерево, вот, если летом оно кажется в два раза больше и шире, вот, тоже старое дерево, плоды у него, правда, не такие, как у моего манчжурца, вот, дыни, он на это уже не манчжурец, это, скорее всего, нечто одичавшее, Но ценность представляет невероятнейшую для науки, вот почему я становился, ну, и хороший сад, смотрите, какой сад, вот, а вот это, я вот сколько здесь, 32 года живу, он 32 года здесь тоже живет, как минимум, видите, для чего я вам показал, дело в том, что это ценность, о которой не то, что наука не знает, главное-то не в этом, конечно, не знает, она знать не хочет, вот, чем дело, она не хочет это знать, вот, А с этого начинаются сады, вот эти мои роскошные прикосы, которые вы видели в фильмах 100 граммов, это только, говоря, по двоям, попробуйте, как вы, этот, академик или там новый сорт курдюма мой, извиняюсь, оговорился, клон курдюмов, попробуйте вы их из косточки вырастить, ага, сейчас, вот, а тут такие чудеса, и вот, а здесь климат даже, вот видите, вот она скала, вот она, вот, и получается, что это уникальные такие места, и еще раз говорю, возьмем Красноярск, кто-то хочет растить сады, и именно в Красноярске, именно вот, а там вот такие же скалы, вот как здесь, да, вот, то вы видите, вот скала прям подходит к кенесею, вот, видите, вот она, о, вон она, какая гора, тут гора, Амаус, священская гора называется, она прямо вот перед нами, только из-за леса не видно, вон там кусочек может быть, вершинки, нет, не видно, вот поняли, да, вот, сколько таких микрозон, я опять говорю, ребята, в каждом месте есть микрозоны, вот у меня позавчера, а фильм вы видели, фильм этот, как его назвать, очередной фильм, последний фильм из прогулки по саду, там у меня в гостях было двое ученых и двое предпринимателей, которые решили заложить сад промышленный, и заложить его, вот там, знаете, в стороне от трассы, туда дальше, вглубь, вот там это, в тайгу, я говорю, вы что с ума сошли, там же, такой кондовая Сибирь, какой-то может быть это, самое, садоводство, и человек клянется, что у него там теплее, чем тут, он это место долго искал, долго находил, вот, это место определил, это место изучал, наконец взял землю, и, видели, в том фильме, я ему черенки нарезал, знаете что, правильно, персики, правильно, черешня, я говорю, все померзнет, он говорит, ничего не померзнет, у меня, говорит, теплее, ведь нашел же, а от как нашел, он пересмотрел все мои 200 фильмов, он меня же цитировал, что я, мол, призываю, вот это, это самое, рисковать, там, это, промышленный сад не может быть рискованный, промышленный сад, это нечто надежное, и перечислял ему, выращивайте эти селивы китайские, сверхморозостойкие, сверхорожайные, выращивайте, гибриды маржурских абрикосов с амурами, такие вот, примерно, полукультурные сорта получаются, вот, вот это еще куда не шло, выращивайте кустарники, тут, им ничего не делается, там, где у него будет сад, там снегу, уже по колено, не то, что у меня, видите, вот это вот, где он снег-то, вот, вот этот момент я хотел отразить, у меня, почему, я, друзья мои, как страшно напряжение, десятки писем со всей России расхватывают землю, вот, у нас все еще не дают, это, самые лучшие места для садоводства, сибирского садоводства, подчеркиваю, вот, максимально полезные для фруктовых деревьев, не дают, удавятся, вот, вы знаете, мне кажется, что чиновник, он возьмет пистолет, застрелится, если ему нужно будет подписать документ о том, чтобы человеку выделить землю, застрелится, потому что у них психология такая, они не могут, вот, я сейчас скажу страшную вещь, пусть эта вещь была лет 6 назад, 5-6 лет назад, я помогал моему другу брать землю, то есть, оформить землю, сейчас я вам ее покажу, это очень важно, поверьте, это, это, я называю это самое, вот, наша система бюрократическая, называю, я ее называю, не пядя земли, вот, вы знаете, они как будто, вот, сейчас фильм с ним сняли про 28 панфиловцев, я готов стоять на коленях часами в память об этих людях, вот, кто-то говорит миф, ну, что это самое, не легли ко СМИ наши люди, панфиловская дивизия не легла ко СМИ перед немцами, иначе бы сейчас бы мы по-немецки говорили, не мы, а какая-то часть из нас, тех, кто выжил бы, вот, и вдруг, ведь, как будто они панфиловцы, а я не мог понять такую вещь, извините, я должен об этом говорить, это вопиет, вот это лучшая в Хакасии земля для садов, то есть, извиняюсь, Хакасия на той стороне, это Шушенский район Краснодарского края, посмотрите сюда, может быть, сейчас, если в Шушенскую попасть администрацию, они встретят там, с оркестра скажут, ура, человек землю берет, берите, земля пропадает, сейчас я вам покажу, ахните, вот, видите, разваленный забор, это обвинение мое, видите, вот, эта земля была взята, как земля сельхозного значения, ее выделили человеку, по-моему, 60 гектар, вот, здесь когда-то была дойка, потом умер совхоз, дойку закрыли, а тут было море коров, и вот, а теперь, смотрите, вам кажется или что, ведь этого леса не было еще несколько лет назад, вот эти, ну, не несколько, ну, 10 лет назад, эти сосны выросли, как грибы мгновенно, так, вот они, а это было, после коров, чистое поле, и это поле было взято, вот, а дальше, организовалась группа с Минусинска, людей, которые должны были разобрать по гектару, и вот здесь давно должны были стоять дома, в уникальном месте, лучшем для садоводства, потому что, поворачиваю туда, и вот за этим лесом, всего 50 метров, моя знаменитая деревня, которую я сделал знаменитую, Красный хутор, который лучше в Сибири и даже в России, сорта растут, вплоть до персиков, поняли? И вот здесь, вот эти 60 гектаров, это 60 человек могли построить дома, это бы поселок расширился, это дети на природе, они, это, в вонючих городах, вот, и вот все, которые эти 60 гектаров взял, сказали, Константин, значит, такой авторитет, поехали в администрацию, потому что, земля оформлена так, что не то, что дом, туалет построить нельзя, и я с ним поехал, долго рассказывать, короче, вот смотрите, я авторитет, да, мы ходили от замок к главе, главе посолок к замам, вот, что получилось, смотрите, вот, специально, долго показываю, долго, это нам, простым людям, это говорю, это панфиловцы, их уже так надо называть, и некоторые прояснения были потом, когда я был, вот, нет, совсем в другом сельсовете, ну, что делать, я очень любопытен по натуре, да, и много чего узнаю, а они, допустим, предатель тогдашнего колхоза, или как он уже назывался, может, уже не колхоз, а какой-нибудь, очень приветливо меня встретил, потому что там был заброшенный сад, он мне был нужен для того, что там росли прекрасные подвои, но это долго рассказывать, вот, знаете, что я от него услышал, это самое, нет, нет, председателя, потом я разговаривал с этим, как предатель, а, сельсовета, совета, то есть, видимо, это уже не администрация, знаете, что он мне сказал, вот, никому землю не даем, потому что идет борьба с коррупцией, вот так вот, и вот теперь смотрите, чем кончилась борьба с коррупцией, это я, это на улице ветер, и это самое, холодно, ну, ветер это здесь нету, но холодно, вот, видите, чем кончилась борьба с коррупцией, больше здесь никогда ничего расти не будет, ну, кто теперь возьмет эту землю, чтобы, который надо начать от того, чтобы спилить, прекрасный десятилетний лес, вот, а там дальше проедем еще 3-4 километра, и вы увидите уже не 60 гектаров, а во много раз больше, уникальнейшее место для садоводства, второе, бывшее картофельное поле, я о нем рассказывал, то же самое, ни пяди, ни пяди, вот это, чуть не сказал одно матерное слово, но как-то в фильмах нельзя, вот, о людях, которые не дают, и это часть системы, вот, я не знаю почему, почему так происходит, что со страной случилось, почему здесь поселок 60 домов не мог стоять, почему? Через суд человек прошел, и суд не дал, вот так вот, и вот результат на глазах, а, и другая крайность, мне говорят, пишут, ну, скайп, письма и электронные эти, и телефонные звонки, что мне говорят люди, взял 10 гектаров, взял 50 гектаров, посадить и вырастить сад, вот, ну, я говорю, как, друзья мои, это страшная вещь, то, что вы сделали, вы знаете, куда вы сунули свой, это, самый, свой нос, вы представляете, что вы в любом питомнике накупите саженцев, и он через несколько лет будет мертвый, если подешевле, то он в первый же год будет мертвый, первый же год, даже не дожидаясь зимы, он будет мертвый, вот такая действительность, вот, Алексей Виноградов уже нашел больше 70 питомников, плюс интернет-магазинов, плюс еще научные учреждения, которые торгуют саженцев, которые украли мои фотографии, ну, как украли, ну, это громко сказано, ну, например, присвоили, скажем так, выдали за свои, значит, у них своих садов наточных нет, идет гигантская скупка, раньше, вот, хотя бы, это, тут рядом, вот, рядом тут, на юг немножко там увидите, там находится Таджикистан, Узбекистан, гляньте на карту, это все считается рядом, оттуда фуры гнали и гонят, вот, без всяких документов, кстати, это, у нас наши надзорные органы, это фикция, вот, это страшно, это отдельный должен быть разговор о них, и вот они привозят сюда все, что обречено, и возят туда уже, я прикидывал, не миллионы, по количеству садов, миллиарды рублей увозят, они хоть их заработали, а люди, ну, как заработали, они гнали сюда, они мерзли на рынках, они это, они даже рисковали, их обирали, эти же самые органы, но дело в том, как обирали, ой, это отдельный разговор, это когда с умным видом составят штраф, выпишут, а продажа-то этой дряни, дров продолжается, вот это у меня больше всего подойдет с умным видом, в погонах, тут же штраф выпишут, там, вот, не знаю, берут взятки, не берут, не в курсе, но, и отходят от них, и они продолжают торговать дровами, все сытые, все довольны, у людей ни одного дерева после этого нет, и мне искренне жалко тех людей, которые решили стать садоводами, причем сразу заложить промышленные сады, и у них никогда ничего не получится, вот, единственное, что я рассказывал, что такое кочущий питомник, сейчас мы подъезжаем к моему саду, может быть, еще немного расскажу, вот, вот, посмотрели на эти похороны, ведь сады же должны были растить, вы уже догадались, какие люди хотели здесь заложить, это сделать здесь родовое поместо, ну, конечно, Анастасиевцы, самое чистое, самое чистое телом, чистое душой, самое, может быть, наивное, но люди, которые должны были вырастить, такие чистые генофоны, детей настоящих, потому что городские дети, вы знаете, какие они, вот, лучше телевизор не включать, вот, потому что каждый день трясет, когда увидишь, потому что вся вот эта вот, как наша действительность, особенно показанная по телевизору, это сплошная незаживаемая душевная рана у меня, по крайней мере, вот, только от бесилия бесишься, вот, так, теперь, значит, чтобы закончить этот разговор, нет, не разговор, разговор мы никогда не закончим, вот этот вот кусочек съемок, я что хочу сказать, значит, повториться, там, где здоровый лес, там здоровые сады, вот, не зря там рядом хутор, а там просто тот же самый был лес, он был отвоеван нашими предками, и вот это вот предательство чиновников, да, здорово, что лес растет, лес это легкие планеты, это все понятно, но это было отвоевано нашими предками, видите, как бы, наверное, заросло, значит, он и тут, и раньше был, до того, как появились здесь землепашцы, предательство, преступление, то, что не дали людям построить дома, не дали завести огороды, сады, в лучшем месте Сибири, еще раз подчеркиваю, вот, знаю, что после этого цены, вот, тут вот, на, хотя бы на, это, на дачном участке, и там, приусадебные эти самые дома, хотя бы на этом, еще цены вырастут, потому что я железо говорю, вот этот участок, вот этот вот, отсюда и до Шушенска, это лучшее в Сибири место для садов, вот эти 40-50 километров, вот, а теперь поехали ко мне в сад. В своем, на нашем Сергеем Новом участке, посмотрите, как интересно, вот, вот он, край города, и если тут бы, если бы вдруг однажды прекратилось человеческое существование, все вот это было бы такой же бор, помните, я с той стороны вам говорил, как мгновенно зарастает, это было отвоевано людьми у природы, последнее десятилетие люди жили вот в таких ибарах, ну, социализм так строили, строили, вот, и в отличие от сибурашки не достроили, вот, видите, в каких домишках люди жили, вот прикупленный участок, вот, в этом доме, я не так, это дом, вот, с этими сараями, и вот с этим участком, это уже второй прикупленный участок стоил еще полмиллиона, вот, на двоих, на нас, здесь уже мы были с телевидением, вот в этом садике мы снимали фильм, как бороться с раком, фильм популярный, он набрал десятки тысяч просмотров, не зря я работал, а вот все, что от него осталось, вспомните, умирающие яблонь, они так и умерли, вот, рак поразил все окрестности, спасибо привозным саженцам, это их работа, вот, ну, ранетка, вы знаете, что меня поразило, да, что рак не поразил ранетки и сибирки, только крупноплодные яблони, вот, кто этот фильм посмотрит, как он так примерно назывался, что такое черный рак и как с ним бороться, примерно так, точно не помню, он есть на моем сайте, можете увидеть, вот, вот это вот, придет лето, я это все изучу, что здесь такое, это нечто напоминает сивишни, нечто напоминает счастливое, это ранетка, вот, но крупноплодных яблонь больше нет, остались пони, видите, вот тут шли эти съемки, вот, вот, когда приобретаешь такой участок, сразу садоводческий взгляд, ага, а не все, нет, это что-нибудь интересное, а вот волочная вишня, правда, старая, вот волочная вишня, вот там волочная вишня, ну, кстати, вот он дом вот такой, видите, что деньги вложены были в основном не в дом, деньги были вложены в участок, и вот этот участок, здесь садили картошку, и здесь будет посажен элитный сад, я говорю, почему, потому что мне очень много вопросов задают, а я говорю, ребята, если вы купите саженцы, сада у вас не будет, такие саженцы, такие питомники, как у Латинкова и у Сергея Железова, это редкость, вот здесь будет посаженный новый элитный сад, почему, вы знаете, как в этом, да, хорошо быть первым, но это не навсегда, вы же видели у Чернобаева, да, сад дублер, ну, несколько сортов он привез-то напрямую с Казахстана, да, вот, и получил, да, что ж это такое, у него есть, у меня нет, сейчас это уже частично переехало ко мне, еще переедет, вот, потому что это самое, вспомните, его груша дуля, интересно, да, действительно похоже на дулю, вот на такой вот, но дело в том, что у меня дули нет, не зависть, но все-таки пусть она и на этом участке будет, хотя мы называем, мы друзья, и на сады как бы общие, наши два сада, он тут хозяинщит, я в его саду хозяинщик, вот, и вот что интересно, вот, сейчас вы видите, да, что же это такое, ага, объясняю, та же, как мы, накопали в диком лесу, посадили и хотели прививать, вот, но пороха не хватило, прошло несколько лет, и они уже где-то пригодны на привив, видите, пригодны, пригодны, а где-то они уже переросли, я сторонник прививать не в скелет, а только у земли, вот, поэтому здесь, ну, учитывая, что у нас в Сибирке не дефицит, и в тайге мы их и раньше копали сотнями тысячами, еще накопаем, те, что потолще будут пущены под топор, а вот такие вот, останутся здесь, вы уже догадались, навсегда, вот, прекрасно, и это будет прививка в пень в расчет, вставляются две веточки, полностью, щель закроет эти две веточки, вот, мастерства не занимать, все будет отлично, вот, и вот здесь вот, уже вот это будет использовано, и уже, я считаю так, какую-то часть работы за нас сделали, уже, получается, участок не полмиллиона, а 400, то есть уже чуть-чуть, но все-таки он себя хоть чуть-чуть, еще не окупил, но окупит, вот, так же, видите, тут есть прекрасные помоложе, а есть уже вот такие вот, но и которые придется все-таки вырубить, почему, подчеркиваю, я противне скелетной прививки, все должно приваться в земли, и, о чудо, что я вижу, абрикос, вот он, а я понятия не имею, я сюда никогда не ходил, я ходил только вот сюда, вот, и про это уже фильмы двух есть, и фотографии есть, видите, вот, я здесь делал даже открытие, вот это уже, до сюда я ходил, там я только один фильм снимал про рак, но тех деревьев уже нет, они мертвы, выпилены, вот, а вот это уже садил я, вот тут яблоньки, видите, вот, попросил у них, сказал, что это их не будет, я тогда понятия не имел, что мы выкупим эту территорию, вот, и вот здесь вот на Косогоре, прекрасный Косогор, вот они и растут, смотрите, ну, например, вот она двухлеточка, а нет, уже, получается, трех, потому что однолетнюю садили, а нет, двое, ну, как же, позапрошлый год садили, значит, однолетку, ага, получается, все-таки три года, видите, прекрасная груша, заплодносит, нет, вот, вот, вот эти вот обманчивые мнения, вот, когда вот такие я смотрю, казалось бы, плодовые, а потом смотришь, еще год доплодносит, то есть все они плодоносят, даже я не могу сказать, они уже цветами, или эти плодушки, или еще годик, или все ждать, ладно, вот, вот это мое открытие, вот этот абрикос, дикий, неизвестного происхождения, явно сеянница, его никто никогда, естественно, не привал и привать не собирался, где они его достались, сами не знают, посмотрите, какое он основание, как так получилось, как, скорее всего, для начала, может быть, он и погиб, а потом из земли вылезла целая куча этих, а, да, наверное, потому что, видите, вот здесь был посажен сад, был, вот все, что от него осталось, от прежних хозяев, вот этот абрикос, но помоложе, так, вот, это яблони уже я садил, в прошлом году, вот, может быть, даже двухлетку садил, не помню, вот, вот это вот, то ли фундук, то ли лещина, понятия не имею, не плодоносила, и, наконец, третий, последний, вот она, абрикосик, и тоже неизвестного происхождения, да, а у этого постарше, а это все, все остальное здесь погибло, и, скорее всего, вот, вот таким вот скелетом, таким кустообразным, он, скорее всего, обязан тому, что, скорее всего, он просто погиб, а потом из-под земли вылезла сразу целая куча веток. Мелкие, вкуснейшие плоды, это на уровне, ну, там, Запорожца, или, там, Жигулей первой модели, так можно сказать, по сравнению с моими Мерседесами, ну, ладно, а вот этот склон, я рассказывал, я использовал как солнечный, вот, юг там, вот там ГЭС, а вот там Запад, и Санцепек после обеда, и вот это вот получается идеальное место, не залеживается снег, смотрите, вот, обратите внимание, это же абрикосы, да, абрикос, гниют корневой шейки? Нет, гниют корневой шейки? Нет, гниют корневой шейки? Нет, гниют корневой шейки? Нет, Вот, гниют абрикосы, еще один, на этом, кстати, уже пару ягодок висело Еще раз говорю, посажены были однолетними, весной прошло, учитывая, что сейчас 2016, весной 2015 Ну, в общем, вот такая картинка, ни разу растут медленно, намного хуже, чем это объяснение я пытался найти Здесь, видимо, минимум влаги, все-таки на ровном месте влага лучше держится Даже после дождей здесь санцепек, а здесь быстрее испаряется И получается, что мои абрикосики, вот это сеянцевые абрикосики, видите, вот он так выглядит Ну, приросты неплохие, но не сравнить с теми гигантиками на новом участке Вот, там, это, здесь вроде бы целина, здесь даже хорошая земля, она же никогда не пахалась Здесь никогда не было огородов, вот, но вот этот склон все-таки это как бы, ну, город Горы, не горы, ну, имитация гор, поняли, да? Вот, а там на ровном участке, кстати, хорошо удобрены прежним хозяином, я же тоже ее в прошлом году весной купил Там вот такие гигантики примерно, вот такие вот, как вот этот вот Даже шире и даже выше есть Вот, то есть, все-таки место месту рознь, я считаю, что это тоже часть учебы Пытаюсь что-то снять между порывами ветра Вот, например, сейчас я стою возле абрикоса Королевский, который я изуродовал до предела Каждый год, вот смотрите, видите, каждый год я срезаю черенки Я вам чуть позже объясню, почему я, в принципе, считаю, что резать надо тут, все-таки обрезал тут Но это будет чуть позже разговор, а пока смотрите Обрезка страшная вещь Вот, прививка, это вынужденная обрезка ради прививки, так И вот смотрите сюда, видите, вот я перед этим я заготавливал черенки Вот я срезал ветку, вот она живая, это у меня как бы указка А указкой у меня служит вот эта ветка, вот она у меня в руке Она мертвая Я ее, когда срезал, не видел, что она мертвая на фоне этого неба Смотрите, вот тут она была, да Вот она росла И вот я ее срезал, видите Срезал и увидел, что она мертва А теперь смотрим, почему она мертва Годом раньше Вот тут я срезал ветку на прививку Посмотрите сюда Резал правильно под эту почку Вот Она мертва, то есть дала ветку мертвую И ниже Вот эта ветка Ростовая тоже мертвая Вы поняли как опасно Страшно резать вы, апологеты этих Дебильных, смертельных Дерево-ненавистнических Обрезок Сколько вас, ваше имя Легион Я вас ненавижу уже, потому что Разве можно писать, что абрикос нуждается В ежегодной обрезке Вы видели в предыдущем фильме, женщина уже Вы думаете, это были постановочные кадры Что мы зашли с ученым Доскобилов К ней, все честно, все искренне Подхожу, говорит Почему вас это, черенки брали Нет, говорит Обрезок, почему, ну так надо, так принято Это ужас какой-то Всю страну научили убивать деревья А я вам не заряжу Я вот сейчас делал, да Вот для чего я вот это вот показываю Вот для чего Вот, видите мертвую ветку Мертвую, смотрите Вот торец, любуйтесь Видели? Торец мертвый Вы поняли, что вы творите? Вот, да, я калечу деревья Вот они Это я сегодня калечил Вот, смотрите Вот, но я калечу, чтобы из одного Королевского роскошничьего абрикоса Были сотни тысяч Вы поверите, что однажды Однажды Лет 30 назад Все началось Вот с такой одной веточки И с одной почки И теперь эта почка стала Тысячами вот таких деревьев по округе Вы думаете, это самое Мои деревья тут гибли Вот Большинство из них Дожили до такого возраста Дали десятки и сотни ведер И все началось с одной почки И вот ради этого Я калечу деревья Только ради этого Вот И тут же рядом деревья Смотрите сюда Которым я не подходил Видели? Не подходил Видите приросты? Видите, что их можно тоже резать На прививку Вот Почему? Потому что хватит уже Ими так тяжко приходится Вы думаете, как? Если вот это Пень Вот он Он проста тут, что ли? Или это я на прививку брал Такую пень? Нет Просто была страшная зима Это была зима 2000 Этого самого Сейчас помню 2005-2006 года Вот Тут у меня Погибло Сейчас Ой, тут долго идти туда Там у меня Полностью погиб академик Выросл прекрасный По двое Как погнал вверх И получился прекрасный Гибрид манджурского абрикоса Второй академик Вот он Какие на нем плоды Вы видели эти плоды В других фильмах Предыдущих Осенью Этой осенью Прошлой осенью Позапрошлой осенью Вы все это видели Прекрасно Да? Вот Ой Вот это вот Красота какая Да? Вот это все живо Вот Но Посмотрите как Если Эта ветка Отмерла И казалось бы Все конец Да? Вот Смотрите сюда Вот эта толстая ветка Это с почки Очень низко расположенной Это культурное дерево Это роскошные плоды Так вот С почки Очень низко расположенной Вы поняли Почему я сторонник низкой прививки? Не только Да Низкая прививка Дает чудеса Если у самой земли Раз Если Берется черенок Где тут вам еще раз Еще раз покажу Если берется черенок Да? У самого основания ветки Я потом позже покажу Почему я вот столько оставил Но это чуть позже Это я тоже приготовил сюжет Но вот она ветка Да? Берется Вот отсюда С самого низу Вот отсюда Вот Почечка Вот Примерно третья Четвертая Снизу И вот тогда Появляются чудеса Но ведь Оно имеет еще Вторую пользу Я уже не раз показывал Если Где это дерево А вот оно Если вот это вот Уже дерево Умирало То вот эта Низкая почка Но культурная И дерево После 2005-2006 года С 40 раз И зимой Возродилось Видите Убить деревья Которые посажены По железу Невозможно А теперь смотрите При этом бешеном спросе Скажите Что бы я Мог с этого получить Правильно Несколько десятков Тысяч рублей Вот Только невероятная Добросовестность Просто я не могу иначе Я провозгласивший Себя Чуть ли не этим Самым Как сказать Совестью Садоводства Извините за громкие слова Видите Вот эта совесть Потребовала Чтобы я Вот это вот Это верхушка Вот Это верхушка Чтобы не только Вот такие вот Коротенькие Да Да даже Это бы я выслал Мне бы спасибо Сказали Почему Потому что Это бесценный сорт Со 100 граммовыми Абрикосовыми плодами Вот Или сладчайшая груша Вот она Вот поймите правильно Мы с вами Должны Четко разбираться Еще раз Вот это вот Я срезал И не знаю Что с этой веткой делать Вот Срезал я специально Специально Чтобы вы могли понять Что Вот эту часть Толстая Сильная Вы не сможете Привить Середку Да Вернее Две трети Нет Не так Верхнюю треть Привить сможете Но я-то требую Выбросить Поняли То есть Для меня Вот эта ветка Оказалась Она еще годна Для тех Кто будет Мой совет Сотни Сотни Срезов Делать Научиться Делать Толстые срезы И вот тогда Вот эта часть Но я ее не высылаю Почему Могут возмутиться Могут поставить Меня Могут потребовать Деньги обратно Вот Но все-таки На будущее Советую Пожалуйста Научитесь Делать косые срезы Сейчас я Посреди с пальцами Покажу Вот смотрите Вот пальцы Мои толстые Да И вот она Вот Ну это как сказать Для масштаба Пальцы Вот чтобы вы имели Представление О толщине Что я такие Прививаю Получается Если эта ветка Мощнейшая Ей полтора метра Так Мощнейшая ветка Вот она Поставим ее на землю Да Она свой рост Иначе Где-то метр семьдесят Вот Когда вы возьмете Именно вот эти почки И научитесь вы Их прививать У вас за первое лето Вот такой же точно вырастет Минимум Нет Не такой же Минимум Или в два раза больше Почему Прививка-то будет На манжурский абрикос Поняли А на манжурский абрикос Это еще культурная ветка Они как правильно Культурные сорта В два-три раза По росту уступают Манжурцу И получается Научившись прививать Вот такой вот Толщины Если действительно У вас приживется До двух с половиной метров Со скелетом Вырастает на манжурце Поняли А так как у меня Есть свидетели Уникальные Дускобил Двадцать лет дружим Курдиум Ко-нибудь в гости приезжал Вот И богом Я сколько расклялся Мощнейшее Однолетнее дерево Высотой На вытянутую Мою руку И еще попадались Еще на полметра выше Со скелетом Раскинутой руки За один сезон За короткосибирское лето Вот почему я говорю Да Оно тоже пошло в мусор Почему? Потому что приходится С каких-то принципов придерживаться